Привет, народ! Продолжаем проходить Medieval 2 Total War с нами Steel Mode за Попу Римского с того места, где закончили в прошлый раз. Итак, давайте смотреть. В прошлый раз мы наводили порядок в наших землях. И вот армию эту я послал уже разбираться с этими... ...мятежниками, да, которые здесь появились. Здесь мы вроде бы как разобрались в Тессалониках, но... ...город все еще немножечко бунтует. Денежек у нас не осталось, и нам надо делать ход. Нам надо делать ход. У англичан также мятежники, и я как-то строил планы, да, для того, чтобы захватить вот этот Реймс. Он, в общем-то, нам очень даже не помешает. Агентов я всех уже... ...слушаю вас. ...использовал. Какие вот слушаю. Да. Ага, у нас еще есть незадействованный Инквизитор. Даже, похоже, не один. Так, давайте его как-нибудь... ...используем. Смотрите, когда попробуем. Да. В общем-то неплохо. У него это получается. Можем теперь задействовать этого Инквизитора для чего-нибудь. Ну, давайте попробуем какого-нибудь... ...убрать, может быть, посла слабого. ...восемь процентов... ...пять процентов... ...пять. Но не получится у нас этих купцов чем-либо обвинить. Ну, давайте рискнем, да? А, риск не увенчался успехом. Ну, да не страшно. У нас вот есть еще один Инквизитор. Инквизитор более такой продвинутый. 20 процентов. Давайте попробуем. Не удалось. Ну, ладно. Так. Ваше Величество. Эти ребята у нас идут вот сюда. На следующем ходу их надо будет довести. Так, здесь у меня... ...хорошо бы начать... ...найм. Тамплиеров, я думаю. Опять же, армия, которая не используется. Ее надо отправлять в поход. Хорошо, друзья. Делаем ход и там уже посмотрим. Армию надо отправлять в поход. Но, наверное, мы ее отправим прямо сейчас. И отправим мы ее друзьям. Ваше Величество. Жду приказаний. Что прикажете? Ваше Величество. В таком составе... ...вот сюда. Надеюсь, их не подкупит этот... ...дипломат. Почему я их сюда веду? Чтобы вот разобраться с этими ребятами. Которые тут мне все портят. Хотя, в принципе, я могу вывести людей отсюда, но... Не знаю. Не хочется ослаблять Париж. Тут вот рядом трутся французы, да? Англичане. Поэтому отправим вот этих ребят. И они разберутся с мятежниками. Ну что ж, делаем ход. Посмотрим только, все ли тут хорошо. Так. Вот корабли неприятеля. Можно попытаться атаковать, но я думаю, что я до них не доберусь. Давайте рискнем. Доплыли, в принципе, у нас преимущество. Давайте это используем. Полная победа. Ну, в общем-то, это было неплохо. Звездочек это нам не добавило, но... ...есть свои плюсы. Кораблей стало меньше. Они меньше стали кушать у нас денюшек, да? Ну, на следующем ходу можно будет вернуть наш флот обратно, либо вот сюда, да? Как-то поместить. Давайте, наверное, вернем его. Бросаем якорь до утра! Ну, делаем ход, друзья. Французики выдвинулись. Так, турки что-то там нам предлагают. И сразу уходят. Кажется, ведьму видел. Мятеж в городе. Страдавших нет. Во Флоренции? Мятеж? А, в Баллоне, друзья. Понятно. Стоило мне выйти с Баллони, как ее тут же захватили мятежники. Ну, что ж. Проучим этих ребят. Что прикажете? Я думаю, в тобоем это все дело решено. Ваше Величество. Идем на врага. Да, мило. Осаждаем пока что их. Продолжаем азаду. Сразу же. С Баллистой. Проведем атаку. А начнется бой. Тут ситуация в нашу пользу. Просто автобоем это все сделаем. Полная победа. Потеряли много юнитов. Ну, ладно. Зато город снова наш. Враг разбит. Мы одержали победу. Грабим-то поселение. Он принесет максимально прибыли. Тут есть проблемы, но... Я думаю, это все разрешится. До приказаний, Ваше Величество. Да, да. До приказаний. Да. Ваши Величество. Так, отправим, наверное, вот этих вот ребят. Да. Синяя рожа вполне меня устроит. Так, 300, 890. Дороговато стоит здесь юниты. Поэтому будем Балонию подряжать на найм. Пусть переобучает сперва, да? Ротация групп и церковь. Два хода. Пусть церковь строится. Хотя, сперва ремонт. Сперва, конечно же, ремонт, потом церковь. Денег сейчас у нас довольно-таки много. Будем их тратить. С умом попробуем, по крайней мере. Так, низкие налоги. Здесь у нас обычные, да? Давайте снизим. Низкие. Надеюсь, бутовщиков здесь не будет. Три хода. Шесть. И осталось два, да? Поставим пока в очередь. Нанимать, как бы, я думаю, надо. Нанимать надо. Но не прям сейчас. Не прям сейчас. Так. Тоже очень опасная ситуация в Кольяре. Хотите нас прогнать? Попробуйте. И надо уже идти вот сюда нам, друзья. Забирать этот замок у Мавров. Как-то думать в этом направлении. Да, Милор? Вам не место в этих водах. Так. Либо сюда кораблик, либо проатаковать. Давайте попробуем проатаковать. Не можем доплыть. Ну, плохо, конечно. Ладно, добираем здесь войско. Наверное, вот так вот сделаем. Неплохо. Здесь, а? Ну, здесь не помешает как минимум одна баллиста еще. Денежки у нас есть. Будем потихоньку их тратить. Кораблестроитель нам не нужен. Фермерство нам не помешает. Так. Ну, нанимать мы здесь точно никого пока не будем. В Бори все хорошо. В Каринфе у нас какие-то тут непонятки, да? Ну, в общем-то, как бы тоже неплохо. На всякий случай баллисту. Она тут точно не помешает. И здесь переобучаем и нанимаем. Так, здесь стоит вот ротация круп, но чувствую, сперва придется построить все-таки церковь. Церковь нам здесь очень поможет. Так, у нас тут есть инквизитор, который никак не задействуется. Давайте его приведем вот сюда. Да. Продолжаем вести нашу грозную армию. Давайте его здесь вот спрячем. Вперед! Великолепное место для засады. Да, я тоже так думаю. Да, милорд. Ну, вот враг очень сильно укрепился. Копинос охранники. Довольно много. Византийская пехота. Да. Константинополь сильно укреплен. В афинах нанимается. Хорошо. Арта. Так, замка здесь не будет. В арте много баллист. Но по сути, баллисты нужны здесь. Но приказаний вам уже есть смысл. Так, но недолго, конечно, будут здесь идти. Давайте все равно их отправим. Хотя, тут надо подумать. Тут вот много баллист. А здесь мало, да? Ну ладно, давайте отправим их сюда. Вот таким вот образом, наверное. На следующем ходу, наверное, дойдут. Дороги обязательно. Пристань. Базар. Так, ну и, наверное... Так, давайте вот так, наверное, и городской караул. Потом вот так. Просто такая очередь будет у нас. Так, здесь у нас, в принципе, уже строится. Наим, думаю, здесь не потребуется какой-то дополнительный. Назовите место, где мы вступим. Их тут четверо, да? Да. Боюсь, что сразу дойти не смогу, но... Хотя нет, смотрите, получается, но... Враг разбит. Они, естественно, отступили, и сразу напасть на них. К сожалению, не можем. Это печалька, печалька. Ну ладно. Церквушечка. И стража. Здесь у нас, конечно же, будет территория дока. Так, здесь... Ополченцев пока не надо. Ну, в принципе, здесь уже все строится. Здесь переобучение, да, можно сделать? Ну, потом, на следующем ходу, наверное, это сделаем. Хотя... Давайте-ка, наверное, сразу. Даже не знаю. Давайте, может, баллисты сперва наймем, да? Потом уже... Вот этих ребят, которых мы нанимали. Но... Почему так? Потому что баллисты меньше кушают. Что прикажете? Денюшек, поэтому... Их лучше сразу. Тут, опять же, баллисты. И, смотрите-ка, да, у нас тут проблемы с наймом-то на самом-то деле. Поэтому надо войска сюда везти, вот, наверное, отсюда. Отряд, конечно же, этот набираем. И здесь... Надо усилить все это дело баллисты. Но баллисты здесь у нас... Нету. Мы можем построить часовню. Либо фермерство. Давайте, наверное, часовню. Так. Жду приказаний. Продолжаем вести наше войско. Марш! Ждем до рассвета, Милор. Я даже думаю, его можно немножко укрепить. Вот таким вот образом. Вы хотите, чтобы ломать их слабый? Я не думаю, что у нас подкупит. Так, французики что-то тут уже насторожились. Давайте построим церковь. И будем потихоньку нанимать войска. Наверное, и отсюда. Вот, все. Это последнее, что мы можем нанять. Возьмем пару отрядов и... Ага. Ну, я думаю, что их надо вот сюда куда-то нам отправить. Так, надо все-таки отправить их куда-то сюда. Они нам очень пригодятся на следующем ходу. Мы их объединим и... Возможно, выступим с походом на Реймс. Я так думаю, что, в принципе, это должно быть возможно. Так, может быть, кого-то отсюда взять? Нет. Ну, вот как-то так, да? Как-то так, друзья. До приказаний, Ваше Величество. Все денежки мы потратили. Давайте агентов. Задействуем 66%. 25, 40. Ну, что ж, рискнем. Не получилось. Ладно, не страшно. У нас есть еще один. 16. 12. 33. 20. Давайте попробуем вот на вот этом. Да, и у нас все-таки получается это сделать. Потихонечку убираем неугодных нам людей. А где-то у нас еще был агент, вроде бы, да? Вот он. Так, ну давайте проследим, наверное, да? Будем его потихоньку прокачивать. Да, у нас неплохой агент. Не оставляем себя. Где-то вроде бы еще был агент у нас. Да, вот здесь вот. Да, наоборот. То же самое надо бы проследить. За кем-нибудь. Ну, давайте вот. А, тут отряд крестьян, в общем-то. Заводим его обратно. Ну что ж, на следующем ходу, я думаю, мы дойдем до вот этой вот группировочки и разобьем ее. Улучшение гильдии 3000. Ну, денег у нас нет. Штаб богословского центра, да? Ну, в общем-то, не знаю. Я все деньги потратил. Ладно, давайте откажемся или, может быть, возьмем, но денег нет. Взять взяли, но... Ну, так, Болонию мы уже отвоевали. У кого-то умер кардинал. Англичан. Ну что ж, пора делать ход. Потихонечку приближаемся к Константинополю. Битва будет непростой. Да. Очень непростой, друзья, будет битва. И, возможно, следует укрепить наши войска какими-то более серьезными юнитами. Что прикажете? Так, ну что ж. Нам надо делать ход. Ну, давайте его делать. Вроде бы уже всеми агентами я походил. Хотя нет, вот еще один остался. Давайте его так вот. Неудачи, да? Ну, ладно. Хотя это хороший вроде агент. Нет, это плохой агент. Он слабенький, но пусть он там стоит. Так, смотрим. Служу, гость, куда мне идти. Так. Этот уже сыграл. И. Вот здесь вот у нас еще инквизитор, да, не задействованный. Давайте-ка попробуем его задействовать. Но он может только пройти немножко. Это, по-моему, хороший. Да, это хороший инквизитор. Так, посмотрим еще кто у нас. Остался. Так, интересно. 10%. 13. 20. Давайте попробуем. Неудача. Ну, ладно. Так, этот лазутчик уже сыграл. Когда-то инквизитор не очень такой сильный, но его все равно надо довести вот сюда. Давайте его приведем. Так. Много у нас довольно-таки инквизиторов, надо сказать. Вот еще один. Ох, смотрите, да, мы можем убить этого дипломата легко. Или командира. Давайте, наверное, дипломата лучше. Отлично. Кстати говоря, хороший, наверное, инквизитор. Да, неплохой. Отлично, друзья, отлично. Даже не знаю, куда его привезти, этого инквизитора. Давайте, наверное, вот сюда ближе его подведем. Будем, если что, пользоваться этим агентом. Отлично. Ну, делаем ход теперь. Следим за корабликами, за французиками. Так. Французская армия выдвинулась к нашим границам. Они также спрятались. Видимо, хотят атаковать. Что-то там Германия нам предлагает. О, византийская армия. Интересно. Да, устроим засаду здесь. И повстанцы убежали, друзья. Повстанцы убежали на территорию, по-моему... Кто-то там умер, да? Время. Штаб... Ну, давайте, ладно, возьмем этот штаб. Битва при Хаттине. Сила францких дворян, тамплиеров и госпитальеров была уничтожена Саладином урагов Хаттина. Саладин продолжил битву огромной разницей, в которой были убиты более ста тамплиеров и госпитальеров. Вот такие вот сведения, друзья, на этом ходу. Выборы папы. Похоже, папа умер. Неужели наш папа умер, друзья, да? Большая печалька. Ладно, мы, конечно же, будем голосовать за нашего. Отлично. Вроде бы он победил. И у нас... Вон и папа. Прошлый папа успел сделать... всё то, что хотел, всё то, что начал. И теперь... И это будет завершать. Отлично. Да. Смерть правителя. Смерть папы. Печально. Очень хороший был юнит. Очень хорошие серии с ним были. Отличный и достойно сражался этот юнит. И мне он всячески, конечно, нравился. Выходите и сражайтесь! Так, но они стоят на территории французов, поэтому пусть стоят. Эта армия вроде бы куда-то туда убежала. Но всё равно этих людей мы выдвинем дальше, вперёд. Так. Заводим в Париж. А этих, наверное, выдвинем куда-нибудь сюда. Я так думаю. Да, давайте, наверное, выдвинем их. Не знаю, опасно, но всё равно мы это сделаем. Амилорд! Выступаем завтра на рассвет. Здесь уже собралась достаточно армия для нападения на Реймс. Мы вполне себе можем это сделать. Да, вполне. У нас есть постройки новые. Расширяется наша Тулуза, друзья. Конечно же, мы её расширим. Тулуза вообще должна довольно-таки быстро расти. У меня были большие надежды на этот город. Базар потом построим. Ротацию круп, церковь. Вот как-то так. И, конечно же, найм. Обязательно найм. Вот этих вот ребят. Которых мы отправим сюда. И атакуем Заргозу. Заберём этот город у предателей. Португальцев. Далее двинемся сюда. Укрепим полностью эти наши границы. Я думаю, мы так и поступим. Так, ну что. Атакуем противника. Топим врага. И возвращаемся сюда. Продолжаем набирать людей. Смотрите, у нас не хватает денег, да? Ну ладно. Это наши баллисты. Марш! Ждём до рассвета, милон. Ну, неплохо. Неплохо, друзья. Я вижу византийскую армию. Да. Интересный будет бой. Очень интересный, друзья. И очень сложный. Отлично. Прокачали нашего инквизитора. А где тут был, вроде бы, еретик ошевался, я помню, где-то здесь. Убежал он, что ли? Инквизитора пока оставим. Будем еще качать его на вот этих вот войсках. Так, ну эти ребята, я надеюсь, выстоят. Правда, здесь нет кавалерии. Практически, да? Зато кавалерия здесь есть. А это значит, что её надо отправить в Тессалон. Выступаем завтра на рассвете. Умри, язычник! Назовите место, где мы вступим в бой. Да. Кавалерию надо нанимать, но это будет потом. Мы её обязательно наймём. И укрепим наши границы. Разбиваем мятежников. Мятежники разбиты. Враг разбит. Мы одержали победу. И более у нас тут их нету. Запоздало, но мы их разбили. Мавританцы. Двигают свои флоты к нашему побережью. Ну, пока для нас это не угроза. Так. Столица, да? Как нам лучше вернуть войска в Геную? Побережье или через Рим? Ладно, давайте, наверное, по побережью. Поступаем! Переобучить мы их здесь, к сожалению, не сможем. Ну, ладно. Так. Венеция. Что-то там опять у нас недовольно чем-то, да? Надо прокачивать наших агентов. Хорошо. 22%, 36%, 17%, 20%. Так. 26%. Ну, давайте попробуем. Неудача. Будем пробовать дальше. Надо было, наверное, принцесску попробовать. 90%. Давайте-ка. Ну, вот кто знал, что эта принцесса окажется еретичкой. Ну, что ж, неплохо. Теперь ее нету. Так. Давайте еще этого попробуем. Неудача. Ну, ладно. Не страшно. Двигаем. И смотрим. 23%, 95%. Прокачиваем. Успех. Хорошо. Так. 20%, 12%. Ну, ладно. Давайте тоже попробуем еще этого папа, что ли. Левого, да? Так. Ну, поп не еретик. Выдержал испытание. Ладно. Так. С этим разобрались. Мелон. Это наш бесполезный, по сути, дипломат. Вот эти византийцы, вот эти мы идут. Выходите сражаться. На подмогу, я так подозреваю. Что прикажете? Ну, что ж, друзья. Я думаю, для этой серии мы сделали достаточно. Решили многие проблемы здесь. Наметили некоторые планы, в частности, Заргоза. Сейчас я набираю силы в Тулузе, соединю их с Барселоной и отправлю войска на Заргозу. Также будем атаковать Валенсию. О, друзья мои. Для меня будет честью победить вас. Любопытно. Любопытно. И также надо будет атаковать вот этот замок. Потому что это как-то застоялось все это дело. Надо двигать войска. Именно поэтому я начал набор здесь войск. И потихонечку Триполи у нас развивается. Как она, зараза. Смотрите-ка. Восхищаетесь своим врагом? Блокировали наш порт. Ну ладно. Мы с ними, как говорится, еще разберемся. Все это будет в следующей серии. Что прикажете? Я говорю вам всем пока. Спасибо за просмотр. Также в следующей серии мы будем атаковать Реймс. Не будем сейчас этого делать. Обязательно это сделаем в следующей серии. Так что следующая серия, друзья, обещает быть очень и очень интересной. Не пропустите. Думаю, что к нам прибавятся новые земли. В частности, говорю, вот этот Реймс я думаю, что мы точно захватим. Также я думаю, что французики на это очень быстро отреагируют. В общем, посмотрим. Посмотрим, будет видно. Подписывайтесь, друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. И увидимся. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова